Добрый вечер, это программа интервью. Меня зовут Юлия Сорокина и по пятницам я веду персонально-эмоциональное интервью. И сегодня у меня в гостях министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин. Николай Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Если честно, я вас позвала, потому что вы самый молодой министр. Наверное, даже в истории края. Тяжелая ноша быть самым молодым. Да, Юлия, я самый молодой министр в текущем составе правительства, но не в истории края точно были министры моложе меня. Вы что, не нашла такой статистики? Ну, если говорить о ноше, то, наверное, это больше тяжелее моей семье, моим близким и родным, потому что должность министра, она обязывает быть министром 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. То есть ты министр всегда, и даже если ты в отпуске или вечером, если что-то случается, ты отвечаешь за отрасль и приходится быть всегда в курсе событий, приходится отвлекаться. Поэтому, наверное, не для меня больше ноша, а для родных. Спасибо за понимание, за то, что они меня терпят. Если говорить о мне, то, с одной стороны, конечно же, те обязанности, которые я выполняю, они дают какую-то такую нагрузку, больше, чем обычно. Но и возможности, которые дает эта должность, они, наверное, слегка компенсируют те... А какие возможности? А возможности реализовывать какие-то новые проекты, развиваться и самому, и развивать край, и давать что-то новое, полезное. Ну, как сказать, вообще тяжело быть министром цифрового развития, когда кругом аналоговая реальность? На самом деле, не соглашусь с вами про аналоговую реальность, потому что кругом как раз... Кругом меня, наверное, тогда. Кругом как раз уже наступает цифровая реальность, и мы... Просто мы, когда эту цифровую реальность в нее входим, мы перестаем ее замечать, потому что мы привыкаем очень быстро. Вот возьмите любой сервис, например, такси. Я хоть и молодой министр, но я помню, как это было раньше в аналоговой реальности, когда мы по телефону звонили, вызывали машину, потом искали... Да, я до сих пор звоню по телефону. Да, вот. А сейчас это приложение, вы нажимаете несколько кнопок, вам приходит машина, вы садитесь, выходите, оплата автоматическая и прочее. То есть это уже цифровая реальность. Она во многом и заказ товаров, и оплата услуг, и государственные услуги сейчас уже во многом переводятся в электронный вид, и люди даже перестают замечать, как это было раньше, когда мы собирали кучу справок, да. Поэтому цифровая реальность уже вокруг нас. Действительно, есть нюансы в том, что она не везде, да, одинаково развивается. Есть там, конечно, крупные города, мегаполисы, там это развитие идет быстрее. Маленькие города и отдаленные территории, села, там, конечно, развитие идет медленно. Ну, вот это был мой следующий вопрос, а трудно ли быть министром цифрового развития, когда у нас есть населенные пункты, где не то, что мобильного интернета, а даже сотовой связи нет, если честно. Да, вот если мы говорим про цифровое развитие, действительно, оно состоит из двух частей. Это связь, как инфраструктура базовая, да, и сама цифровая трансформация, это те услуги, которые на этой инфраструктуре работают. Ну, действительно, есть такая проблема у нас, не все населенные пункты у нас охвачены еще услугами, сотовой связи и доступом к сети интернет. Во всех есть та или иная возможность, например, таксофоны, через которые можно с прошлого года бесплатно звонить на территорию всей Российской Федерации, но это, конечно, не сотовая связь. А сотовой связи у нас не охвачены практически 300 населенных пунктов на территории края. В основном это небольшие населенные пункты, но тем не менее... Но, тем не менее, понимаете, цифра 300, да, она впечатляет? Да. Для 21 века. Ну, здесь нужно сказать, что мы в этом направлении работаем очень плотно. Есть федеральные программы соответствующие. В прошлом году в законосвязи были внесены изменения, по которым от 100 человек населенные пункты, гарантируется законом, будут услуги сотовой связи, доступа к сети интернет там проводиться по федеральной программе. И Край, буквально три года назад, губернаторам принято решение было о том, что Край тоже будет тратить свои ресурсы на это. Мы за три года уже подключили 94 населенных пункта. Это практически 40 тысяч человек, у которых не было вообще никакой связи. То есть сотовый интернет, они получили доступ к этим услугам современным. Так заменят нас роботы или нет? А смотря в чем, роботы нас обязательно заменят в тех вопросах, в которых требуется какой-то монотонный человеческий труд, да? Вот мы обсуждали до интервью с вами. Да, 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 чиновников заменят роботы. Чиновников, да, роботы заменят чиновников. Конечно, не всех. Но там, где от чиновника не требуется какой-то специфических знаний, да, требуется принятие решения по чему-то каким-то определенным нормам, там они их обязательно заменят, и это будет хорошо. Почему? Потому что, во-первых, это будет влиять на быстроту принятия решения, да, и выдача документов или чего-то еще. Во-вторых, это будет убирать тот человеческий фактор, возможность где-то что-то там сделать не так. Я думаю, что это будет наоборот хорошо. Жестоко. Ну, почему жестоко? Мы говорим о том, что меняется, трансформируется наша реальность, но при этом те люди, которые не понадобятся в будущем, вот в этой профессии, откроются новые возможности в других профессиях, там целый ряд профессий, которые появляются сейчас, в которых есть потребность, это и бизнес-аналитики, и люди, которые работают с данными, это сайн-специалисты, это архитекторы систем, то есть очень много людей, которые... Кто-то явно не успеет, не сможет перестроиться, ну, мы не об этом. Комбайнеров тоже не будет, да, будут машины, сами по себе комбайны ездят. Да, кстати, сейчас уже есть система параллельного вождения. Сейчас? Прямо сейчас, даже в Красноярском крае используются. Комбайны сами по себе ездят. Система параллельного вождения, когда комбайн действительно едет по составленной заранее программе, по карте, фактически по полю, и уже сейчас тестируются и беспилотные комбайны. Ну, я поняла, что вы министр будущего. То есть вам ничего не грозит с работой, вас вряд ли забедят на робота. Специалистам в области IT-технологии действительно в ближайшей перспективе безработица, наверное, точно не грозит. А вообще вы замечаете шутки вот на эту тему по поводу цифрового развития аналоговой реальности? Я как-то помню, вы колесо пробили на неровной дороге у машины, и один телеграм-канал подписал эту фотографию, очень остроудудовую взгляд, когда министр цифрового развития попал в аналоговую реальность. Замечаете эти шутки? Они вас задевают как-то? Ну, на самом деле, они меня не задевают, потому что я обычный простой человек, хоть и министр, я точно так же передвигаюсь в городе, и точно так же, я не знаю, болею, переживаю, попадаю в яму, пробиваю колеса, и я это как бы не воспринял как злую шутку, наверное, наоборот, как такую... Она была добрая, на самом деле. Но шуток много по этому поводу? Шуток много, но на самом деле, если шутки есть, значит, люди обращают на это внимание, поэтому, наверное, это хорошо. В пандемийный год все заседания правительства были переведены в онлайн, да? Вы волновались по этому поводу, ну а вдруг там что-нибудь зависнет? Вот была на вас такая ответственность, найдет заседание правительства, а вдруг там раз, зависнет... Вы знаете, конечно, когда проходят такие крупные мероприятия, как, к примеру, совещание губернатора в режиме видеоконференц-связи, либо заседание правительства, я волнуюсь каждый раз, потому что на мне лежит ответственность за организацию этого мероприятия, не важно, что случится. И тем более мы и до пандемии такие заседания проводили, у нас губернатор, допустим, там проводит совещание с руководителями районов, да, это проходило, в принципе, в стандартной форме, очень часто там под 100 человек собирается, конечно, мы переживаем, мы там со всеми отрабатываем, с операторами связи. Кому-то будет не слышно, кому-то будет не видно. Что касается пандемии, то здесь вот есть такая статистика, если у нас в месяц до пандемии проходило порядка 20-30 вот таких крупных совещаний в этом режиме, то в период пандемии в острые фазы больше 300, даже там в Инстаграме себя выкладывал, кстати, в 10 даже больше, чем в 10 раз выросло такое количество. И что касается заседания правительства, помню такой факт, когда буквально вот только стали ограничения, у нас буквально через два дня должно было ставиться заседание правительства, мне заняться с аппаратом, говорит, Никасаныч, мы же там проводим вот ВКС, давайте сделаем заседание правительства в неочном формате, в режиме ВКС, по-другому нельзя, переносить тоже нельзя, там сложный вопрос. ВКС это видеоконференц-связь, я объясню. Да, это видеоконференц-связь, и я прямо помню этот день, потому что это было 5 часов вечера, а в 11 часов следующего дня больше 40 человек должны быть на связи, при том, что они находятся в разных местах, не только Красноярска и Края, а еще и страны. Сочувствую, нервотрепка, понимаешь. Да, вот я лично настраивал систему нескольким коллегам, то есть мы созванивались, проверяли связь, и на следующий день все прошло без единого сбоя, все подключились, мы отработали целый год, целый год. Это же сначала 40 чиновникам нужно же настроить, это же нужно включить, это же не так все просто. Все очень быстро привыкли. Ну привыкли, да, а теперь хорошо зато, да, все привыкли, вы уже спокойны. Все привыкли, мы спокойны, сейчас, конечно, заседания правительства возобновились в очном формате, но мы такие гибридные форматы практикуем, потому что если человек находится в командировке, где-то он отъехал или из Москвы подключиться нужно, то очень удобно, подключаемся и работаем. У нас много хороших специалистов в этой области? Вообще в крае много. Прямо высококлассных. В крае много хороших специалистов, но есть проблема, заключающаяся в том, что, конечно, очень большая потребность кадровая в нашем направлении по всей стране, и что греха таить, в Москве уровень зарплат, Москва и крупные города, уровень зарплат гораздо выше, крупные компании, конечно же, кадры вытягивают. Но мы стараемся таким образом построить работу, чтобы на смену тем, кто уходит, да, уже таким состоявшимся, обычным людям приходила молодежь, и вот этот такой конвейер работал здесь, и мы никогда не оставались с закрытыми тылами. Да? Вы говорите, у меня в голову пришла мысль, что мы как кузница кадров, получается, для Москвы, да? Ну, не только для Москвы, на самом деле, для крупных предприятий Красноярского края, что греха таить в государственных структурах по IT, зарплаты, они ниже немножко рынка, но мы привлекаем тем, что у нас можно реализовывать крупные проекты, и зачастую даже в крупных компаниях нет того, что есть у нас. Да, мы работаем с огромным количеством оборудования, систем, очень интересными проектами. И здесь очень часто вот именно возможность получения опыта и работы с тем, что есть у нас, оно превалирует до какого-то определенного времени, там, зарплаты, да? Вы хороши для резюме очень. Абсолютно точно, мы очень хороши для резюме, да. Как министр цифрового развития, скажите мне, а что, вот такой неожиданный вопрос, а что останется после нас, вот раньше, до цифровой реальности? Ну, допустим, у нас были фотографии, да, у нас есть альбомы там с фотографиями, а сейчас что, флешка? Вроде бы много всего, да, а при этом как будто бы ничего и нет. Вы знаете, я не готов на этот вопрос, наверное, ответить так, чтобы это случилось правдой, да, в будущем, но здесь, на самом деле, есть такой небольшой обман, часто меня этот вопрос спрашивают, ну, как вот так, да, раньше были фотографии, их можно потрогать, сейчас ничего нет. Человек ушел, да, и там, его профиль удалили, и все растворилось. Но та же самая фотография, она существует, там, чуть больше, чем 100 лет. А как было до этого? Что мы сохранили от тех предков, которые были? Наскальная живопись, да, там, предметы обихода или что-то еще? Я думаю, что вот в этом ключе после нас много что останется, вот. А что касается именно таких предметов каких-то, ну, каких-то духовных, свойственных каждому человеку, то, наверное, каждый решает сам. Я, например, фотографии хоть и храню, там, где-то в облаке, да, там, или на диске у себя, но какие-то там наиболее интересные, важные для меня я распечатываю, храню в альбоме, потому что все равно вот это тактильное ощущение, оно более приятное и привычное, наверное, человеку, чем, там, компьютер. То же самое с книгами. Очень часто спрашивают, читаете ли вы книги там... Бумажные. Бумажные, да. Вот лет, наверное, 5, наверное, даже 10 назад был такой бум, помните, вот этих планшетов, электронных книг, все покупали электронные книги, это дешевле, лучше. Но сейчас со временем все успокоилось, люди все равно возвращаются к бумажным, потому что именно для человека, да, вот для, как сказать, усвоения информации, может быть, да, и общения вот с этим вот материалом, все-таки тактильные ощущения, они важнее, чем, там, какие-то удобства в части, там, носителя информации. Это, наверное, называется душа. Да, это, наверное, называется душа, поэтому здесь точно мы от всего не уйдем. То, что нам дают современные технологии, они дают какое-то преимущество в чем-то, да, возможность хранить огромный объем информации, возможность их обрабатывать и получать к ним доступ из любой точки планеты, но все-таки вот та душа, о которой вы сказали, она все равно сохранится, останется, по крайней мере, в нашем поколении точно. Спасибо большое. Спасибо, что пришли. У нас в гостях был Николай Расповин, мистер цифрового развития Красноярского края, но цифровое развитие не заменит нам душу. Встретимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok